Накануне в третью годовщину гибели доктора Лизы Губернатор с группой ответственных чиновников и в сопровождении омбудсмена Татьяны Мерзляковой навестил пациентов Екатеринбургского хосписа в переулке Северный и обсудил с врачами милосердие будущее палеотивной службы на Горноуральщине. Мы сейчас с вами здесь для того, чтобы сказать спасибо тем людям, которые сподвигли и повернули государство в сторону развития сети палеотивных учреждений. В том числе, конечно, я не могу не вспомнить о Елизавете Петровне Глинке. Конечно, это был уникальный человек. Три года назад на базе круглосуточного стационара при городской больнице номер 2 открылось это богоугодное заведение отделения палеотивной службы, в котором одномоментно могут оказывать помощь 55 пациентам. Еще 30 коек планируется открыть в 2020-м. При отделении действует патронажная служба. А когда этот хоспис еще обустраивался, его не единожды посещала Елизавета Глинка. В конце того же 2016-го доктора Лизы не стало. 25 декабря она находилась на борту Ту-154, который летел в Сирийскую Латакию и потерпел крушение в акватории Черного моря. Через несколько дней после авиакатастрофы уличные живописцы увековечили память о Елизавете Глинке, ее портрета на стене хосписа и цитата из доктора Лизы. Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия. Знаете, мы до сих пор очень болезненно относимся к этой дате, потому что не стало человека, который вложил свою частичку души в наше тоже учреждение, потому что когда мы планировали, когда мы открывали, мы задавали вопрос, как сделать лучше. И она одна из тех, кто откликнулся, она приезжала сюда, она давала нам советы, что надо делать обязательно комнату для того, чтобы проводить все мероприятия с пациентами, чтобы сделать палаты, где им будет комфортно. То есть она приезжала несколько раз, и ее советами мы очень сильно воспользовались. Палеотемной помощи нуждается не только Екатеринбург. На Горноуральщине в больничных стационарах уже действует 13 хосписов. В них 328 коек. 14 отделение в ближайшие дни откроется в Каменске-Уральском. На оснащение Свердловских хосписов новейшим оборудованием только в этом году в рамках нацпроекта было выделено 380 миллионов рублей. В следующем году по области откроется еще 145 палеотемных коек. Но цифры, деньги и современное оборудование лишь полдела. В делах сострадания и милосердия очень важна помощь добровольцев. Власть пройдя по палатам и коридорам хосписа в Северном переулке. Убедилась в том, что добрых волонтеров здесь хватает. Возможно, это чистое суеверие, но есть такая народная примета. В особые дни души добрых людей могут отправлять в этот мир своих крылатых посланников, обычно голубей. Скорее всего, это лишь совпадение. Но тем не менее, вчера в годовщину гибели доктора Лизы посетители хосписа заметили одинокого голубя, прилетевшего в их уютный больничный дворик и усевшегося на изголовье уличной скамейки напротив портрета доктора Лизы. Божью птаху не испугал даже заснеженный каменный сокол, хранящий фонтанчик по причине зимы, конечно же, не действующий.